Сегодня будет проводиться научный эксперимент. Да, вероятно, мы все будем свидетелями научного прорыва. Вот. Видеокамеру взял. Наш объект исследований — аномальное образование электрического типа. Феномен весьма занятный. Этот экземпляр отличается высокой степенью аккумуляции положительно заряженных частиц. В связи с этим мы проведем эксперимент. Андрей Дмитриевич! Вы в телевизоре! Сегодня с нами лично начальник производственной лаборатории профессор Сахарова Андрей Дмитриевич. Изначально для опыта мы заготовили болты. Но так как они скручены из байдарки профессора, а он сегодня с нами, то лучше их пока приубрать. Вот наш запасной вариант — доброволец испятуемый Геннадий. Приятно, когда простой народ тянется к науке, не правда ли? Гена, можете даже не переживать. Кирзовые ботинки на резиновой подошве. Плотная одежда, вам нечего опасаться. А вы не пили сегодня? По нашим расчетам напряжение около 120 вольт, а сила тока примерно 2 ампера. Коллеги, внимание! Испятуемый приближается к объекту. Геннадий! Черт, опять 25. Гена, а что же ты, вы без обуви лежите? Простынет-то так. Ну а то есть как погиб? Ну как мы не уберегли его? Мы же все ученые сважены. 100 грант с Дмитровым намешать ему, коллеги, пожалуйста. Хорошо. Да, да, я в порядке, коллеги, спасибо. Военных понаехало, смотрю. Сейчас будут насы свои совать везде. Ну кроме тебя некому пойти, пойми это. Да, Андрей Дмитриевич. О, еще одни приехали. Неву задавили. У-у-у, ребят, профессор обрадуется. Ты что, не видел куда ехать? Тук-тук-тук, чугуноголовые, вы тут что-то наделали, а? Вы как припарковались? Не, ну а что с ней теперь делают? Цыпля только в ней разводить, что ли? Ну и я не знаю. Военные на ЖД-насыпи просят подъехать. Что-то говорят нашли. Ждем машину. Нет, ну это надо заснять, Володь. Не, ну они издеваются, что ли? Не, ну ребят, ну вы даете, вы бы нам еще комбайн пригнали бы. Я сказал, что я думаю на счет. Да, да, скажите, конечно. Сейчас, погоди. Проблема армии в бескультуре, я так считаю. Все, Володя, спасибо, увидимся. Угу, приемничек. Не знаю, как вы, а я себя здесь как дома чувствую. Эти домики, тополя, опушки лесные. Как у бабушки в деревне. Хорошо. Как будто и зоны нет вовсе. Ну правда. Хотя, знаете, честно говоря, машина хорошая эта техника. Советская, надежная. Да, еще ехать недалеко. Ой-ой-ой! Ну, главное, что все целы. Опа. Дозиметр в кабине забыл. Не, ну хорошо, хоть голову не забыл. Хоп! Не знаю, что-то задымилось там. Не разбираюсь, если честно. Пешком пойдем. А, добрый день, товарищи военные. Что тут у вас? Итак, коллега, у нас тут гравитационное образование непонятного происхождения. Мы вас вызвали для эксперимента с машиной. Угу, угу. Что? Ну, а как я туда? Ну, мы даже замеры не производили. Ну, мы слышали про несчастный случай в деревне. Боюсь, у вас нет выбора. А можно минуточку? Ну, чтобы в голове вот это все улеглось. Угу. Держи, держи. Да что же вы вязались? Да отстаньте. Эксперимент номер 17. Руководитель старший научный сотрудник Васильев, испытуемый... Оп! Ля, да вас велись уже, а! Да с радостью. Лишь бы вас не видеть. Так, ну а где ключи? А, а как я машину заведу? Где ключи? На Б английскую нажми, идиот. На Б. Гляньте-ка, правда, сработало. Я поражаюсь. Наука требует решительных поступков. Геннадий, ваша жертва не будет напрасной. Ой, а ну, красиво-то как. Ребят, пока мы тут с вами летим, подпишитесь на канал, поставьте палец вверх и прожмите колокольчик. Иначе, думаю, мне капец. А мы вообще приземлимся когда-нибудь? Ох, и закружил это голову. Ох, и закружил это голову. Продолжение следует...